здарова ребят в эфире саша zotix и костя йоми вы на канале вундер и вновь очередной выпуск две макаки на диване будем обсуждать всякую классную штука тень вот и делиться этим с вами надеюсь вам понравится кость привет да привет саш привет ребят и добро пожаловать к нам очередной выпуск ребят самое забавное ну конечно не очень забавно тем не менее за что москве если вы в курсе да и по всей россии так давно проходила довольно таки опасная эпидемия гриппа и вроде как она уже миновала но разработчики знаменитого проекта the division решили дать игрокам возможность для разнообразия значит возможность дать заразить мир еще раз да и в честь этого они выпустили во первых трейлер игры ну и во вторых саму игру в преддверии собственно выпуска шутера the division вот рекомендуем вам посмотреть кость я слышал что ты уже успел позаражать народ да там и как бы езды я слышал что там очередные рекорды у тебя но и в принципе ребятам по всему мира я умудрился 100 миллионов человек заразить для разнообразия так почему бы так не сделать да я вообще знаешь я запускаю такой решил ну естественно я начал с города казани пошел пошел в ближайшую больницу нахер там всех перезаражал пошел в аптеку там заразил на момент когда там очень быстро ты заражаешь и так прикольно все это размножается на момент когда мы начали с тобой запись я где-то полтора миллиона уже заразил казани короче город вообще вымер к этому времени я хер пойми как как ты там вообще сидишь еще жив здоров до сих пор но это очень смешно и интересно наблюдать так что было очень круто слушай ну я думаю у тебя наверно в этом дома короче лежит пахан тот самый короче пулемет из этого да пока движена и ты сейчас выйдешь короче из квартиры и пойдешь тихонечку остановиться рога да пахан вообще крутой трата тата тата это еще особенно он же золотой прямо араба кости йоми рога короче так что ребята аккуратно скоро на карте появится и будем отслеживать но тем временем кстати я кстати сегодня буквально на новость как обычно сейчас в тренде виртуальной реальности мы как раз тобой обсуждали эту тему я думаю что у тебя больше инфы смотри по playstation 4 говорят что значит есть 4 может обеспечить качество вир на уровне топовых пк расскажешь подробнее до ближайшее время блока недавно была конференция по виртуальной реальности и как раз таки выступал один из работных разработчиков яра playstation и как раз таки не заявили что их очки ничем не будет не уступать топовым сборкам который будет на компе все так же будет работать full hd 60 fps там на каждый очков глазок ну и того 120 и все это просто достигается оптимизацией и собственные вот о чем еще раз говорится что все-таки оптимизациями имеет немалую роль вот и здесь также момент тот же был что даже это подтверждает также и независимые разработчики кто там работает с окулусом и так далее ну просто здесь имеется ввиду все-таки проще оптимизировать когда ты работаешь с одним устройством то есть playstation 4 1 и ты понимаешь чем ты работаешь и оптимизируешь это такая же проблема есть у android устройств из-за того что гигантское количество фрагментации устройств очень высокой и разработчикам под android очень тяжело в отличие допустим от тех же и яблочников потому что вариантов телефонов меньше и проще оптимизировать под все устройства вот точно так же и здесь компов очень много под каждое оптимизация очень довольно таки штука неудобно и невыгодная поэтому в данном случае где-то так скажем владельцы playstation и выиграют то что не нужно будет покупать дополнительных устройств камера есть мув все работа все совместимое только очки вот и 15 марта 2 февраля март марта будет как раз таки конференция playstation и я не знаю саша если получится мы конечно постараемся не знаю постараемся или нет устроить прямую трансляцию да я думаю что посмотрим по ходу дела то есть если у нас получится то почему нет мы всегда за да и тем более там в режиме онлайна переводить специально для вас ребят я думаю что с этим проблем не будет поэтому ближе ко времени мы обязательно объявим если у нас будет получаться да мы просто как бы мы с сашей уже давно это обсуждали просто не знаем как возможно это надо технически реализовать но в принципе эта тема интересная так что если вам это тоже интересно вообще напишите хотя бы в комментариях хотелось бы вам это видеть вот а мы уже подумаем и переходя от вообще от виртуальной реальности здесь недавно steam точнее валв выпустил как его назвать то этот чертов банк бомбочку я бы назвал тест для виртуальных очков там steam vr что ли он потом называть и так вот и как всегда умельцы которые начали ковырять исходный код нашли намеки прямые на half-life 3 и left for dead 3 и как бы сейчас особенно говорят ну сейчас ходят слухи о новой сборке сорса поэтому есть вероятность что все-таки half-life 3 жив и появится хотя на самом деле а я уже так перегорел к нему что я его на самом деле уже не ждут не появится и хер с ним появится но отлично но что прям так вау вот передержали вот в прямом смысле и как вообще я с одной стороны соглашусь с другой стороны ты знаешь примерно как с и диабло 3 то есть судьба в том что вроде как вышла первая часть там буквально не за горами там через пару лет выходит вторая часть и обе части они просто были бомбы в счет на того что тогда компы только-только распространялись да и они естественно там были диковинкой у многих вообще не было даже близко вот но тем не менее многие шпилили просто сутками направляют диаблу и это было там свое время просто передовая игруха и значит выход диабло 3 задержали я не знаю на десятилетие минимум мне кажется к тому времени когда ее анонсировали и и уже но не то чтобы не ждали но просто всякая надежда пропала это примерно то же самое как и со старкрафтом вторым но если грамотно подать и постоянно подогревать публику то я как и по себе помню в диабло 3 мне с каждым новым выпуском роликов там тизеров и так далее хотелось играть все больше и больше и в принципе игра получилась просто бомбовая ну да то есть если валв удастся вот именно этот эффект пробудить там не знаю возбудить пользователей в прямом смысле слова то это будет просто потрясающе я думаю так ну да где-то ты прав но вот по полу блин я даже не знаю как ну реально конечно дябло молодцы очень круто получилось мы с тобой очень много наиграли мы платина получили на playstation и действительно круто причем они реально очень круто сделали ее на консоль и очень круто играть именно друзьями она не то чтобы получилось хардкорная она она полегче но она приятно то есть очень круто сделали поэтому посмотрим посмотрим ну вот и да у нас там дальше то было сегодня интересно слушай еще из интересного кстати не так часто потом по крайней мере забавная новость значит и создатели игры называется шедвен в чем-то кстати напоминает какой-нибудь персонажа там темных эльфов из warcraft world of warcraft в общем создатели этой игры объявили что сделают скидку на игру за прохождение ее демоверсии то есть прикинь это то же самое как если бы ты поиграл в демку там division тебе дали бы скидку в бетку либо там поиграл бы в бетку hitman и тебе дали бы скидку вообще сама идея кстати по поводу того чтобы дать скидку как привлечение пользователей к игре она неплохо ну и в тему стелс-экшенов просто учитывая то что не знаю по крайней мере я очень люблю этот жанр с удовольствием прошел там и стикс тот же самый если ты помнишь и данер сел да там несколько частей и что из последнего у вас вор вышел во мне так вор хорош но вот из последних прям стикс конечно да то есть вот реально твое мнение после секшеном как раз блин ну я точно так же как и ты их любишь блин ну вот из последних реальность x был очень крутой учитывая что сейчас продолжение же анонсировали это действительно вот это неожиданным для меня был на самом деле то есть я ничего от него не ждал а по факту была очень крутая игрушка на согласен здесь тоже был впечатлен при этом игрушка не очень популярная но она действительно она она блин ну вот я реально я кайфанул без всякого то есть если ставим подрачил спасибо да очень спасибо как говорится так что здесь все круто посмотрим ну вообще система наград я и вообще на самом деле я за во-первых демки во-вторых бы чтобы за них вознаграждали за то чтобы ты поиграл это ну это очень приятно вот другой вопрос вознаграждать ли снижением цены от другой вопрос а вот имеется ввиду что ты получишь какие-то плюшки при релизе вот это прикольно то есть мне вот этим понравилось то что за бетку дивизиона ты получишь там какой-то костюм это вроде мелочи но приятно пусть там и чушпанский костюм но зато он прикольно да кстати ребят просто на самом деле мы с костю вчера обсуждали мы когда увидели этот костюм мы просто охерели ну с учетом того что мы играли в бета-версию да и мы в принципе примерно понимаем как это тяжело там быть незаметным и как можно больше там маскироваться больше да и шмоток надевать и тут херак тебе объявляют что за то что ты поиграл в бетку тебе дадут короче костюмчик полностью оранжевый то есть вы представляете на фоне белого снега ты такой оранжевый долбаящер бегаешь оранжево они вообще голубой не не голубой а оранжевый цвет и это просто я вообще не понял этого прикола кто его будет надевать я хер пойми то есть ну как бы это просто в части если пве вопросов нет зашибись то есть как бы бегаешь и вообще там в ус не дуешь но если в пвп тебя просто будут щемить на каждом углу тебя вообще равно что короче вырядиться в гота и поехать в екат на химаш то есть ну как бы то же самое тема и ребят это тема дня наверное прошлого или какого вчерашнего блин дофиг помидовать видели вы или нет но это по-любому это трейлер анчика 4 блин мне кажется на царь по-любому записать или не знаю как-нибудь реакцию именно именно трейлер блин это просто шикарно я когда смотрел меня аж мурашки по коже были потому что блин музыка подача графика но просто и и вот еще раз к слову о том что все это херня и ничто не мешает делать очень качественный график и красивые с точки зрения график графики проекты это реально круто прям вот смотришь и можно прям бери и режь на кадры и тут кстати был же этот случился факап они вставили над камином картину концепт-арт из ассасин креда black flag и там начался хайп на эту тему но мне кажется на самом деле это специально вставили для подогрева очень смешно там началось со стороны юбиков чё за херня типа не было возможности что ли нарисовать свой вот ну естественно там они типа якобы это была ошибка мы не могли заметили типа намного позже и в итоге выпилили но я вставлю в ролик сейчас ролик этот чуть позже где русская версия и там как раз таки этот но эта картина еще присутствует ну блин ролик просто шик я очень с большим удовольствием желанчик потому что это одна из самых моих любимых серий вообще игр и анч всегда задавал такой технический тон потому что когда выходила первая часть он очень графически круто выглядел 2 3 это просто это показывало то насколько можно максимально использовать возможности платформы при этом учитывая когда выходила первая часть эту блин блять ну как можно вот что можно сделать лучше выходит вторая часть ты думаешь блин ну как вот что это же вроде бы одна и та же платформа до железо то не менялась выходит 3 ты сидишь думаешь блять ну как так и вот это реально вот с этим а потом году и короче а потом выходит the last of us еще так скажем образно on 45 до движок и ты такой думаешь бля пипец потом естественно они все это обгрыживают и показывает в переизданиях the last of us тот же самый на ps4 даже сейчас он выглядит очень шикарно вот просто естественно там я человек который я всегда графику сужу по общей картинке то есть естественно можно докопаться на каких-то там текстур и так далее но я всегда поймите что когда идет динамика и так далее вот бои быстро это ты не замечаешь общую какие-то детали ты увидишь общую картинку есть общая картинка круг выглядит круто и так далее то это значит все круто все правильно сделали если же общая картинка смотрится плохо то здесь естественно хоть какие-то текстуры делай здесь никакой качестве графики не поможет мне кажется возможно возможно ну и напоследок я думаю что завершим наш сегодняшний выпуск довольно таки интересной штукой ребят если кто не в курсе а есть такой сервис правда он в штатах да но тем не менее я думаю что многие пользовались знают как пользоваться в крайнем случае мы можем научить как получить посылку и штатов оплатить что-то в штатах и так далее значит суть в том что есть ребята которые занимаются покраской ну практически всех гаджетов то есть ваш айфончик или ваша macbook pro или ps4 джойстик для ps4 или xbox или джойстик для xbox могут покрасить чего угодно мы для разнообразия я думаю что можем добавить ссылку в описании да вы просто посмотрите как это выглядит это действительно потрясающе просто любой цвет и причем ps4 можно вплоть до четырех плоскостей то есть вот все четыре части ps4 можно раскрасить в разный цвет и выглядит это действительно потрясающе самое что цвет цвета то разные есть есть и металлик есть и как называется когда матовый матовый да вот блин очень круто выглядит реальный можно комбинировать и просто отвал башки причем там цвета есть имеется такие смешанные и просто блин шип я реально я когда увидел я охерел аж мне кстати санек доскинул ссылку я ну реально круто я залип надолго просто даже тыкая в конструктор и смотря какие есть наблюдал какие там есть цвета блин это реально круто выглядит и просто супер согласен да я думаю что закончим да да на этом закончим поэтому если вам понравилось поставьте лайк расскажите друзьям и подпишитесь будем ждать вас в гости и в общем то скоро будут новые серии оставайтесь с нами до встречи и пока 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 и